МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня выпуски парадным не назовёшь. Там уже что, вонище. У жителей заречной части города есть подозрение, что их соседи живут в подъезде. Длиною в город. Он интенсивный, он тяжёлый, он трудный. С чего начиналась история самого протяжённого 17-го маршрута. На безрыбье и рыбак не рыбак. Отпускайте мужей на рыбалку. Они рыбачат, поверьте. Но почему на чемпионате Тюмени по зимней рыбалке нет ни победителей, ни проигравших? О заметном и важном в ближайшие полчаса. Это точнее я, Александр Семенюта. Здравствуйте. Начнём с главного. Губернаторы Уральского округа, в том числе и Владимир Якушев, сегодня в Екатеринбурге приняли участие в работе Совета безопасности страны. Он прошёл под председательством его секретаря Николая Патрушева. На совещании обсуждались вопросы борьбы с распространением наркотиков, а также проблемы, связанные с миграционными явлениями в регионе. Третья важная тема в повестке дня – экологическая безопасность. Речь об обращении с отходами производства и потреблением. Проблему экологии в Тюмени остро ощущают жители заречной части города. Во многих подъездах то и дело собираются кучи мусора и появляются свежие надписи на стенах. Управляющие компании устали бороться, а предупреждения о том, что стоят камеры, не действуют. Есть ли у таких подъездов парадное будущее, выяснила Светлана Козловская. Светлана Козловская. Козловиков года два как отремонтирован, но этого не видно. Жильцы признаются, новые записи появляются регулярно. Ну хотя бы раз в неделю-то точно по лифту. Если лифт не работает, по лестнице идешь, так интересно почитать история. А вот Лариса Кетова уверена, чтобы чистота в подъезде сохранялась, нужен прорыв в сознании. И подходит к проблеме с точки зрения не столько воспитания, сколько философски. Это не кто-то другой приходит к нам, пакостит, пачкает, пишет, оставляет бутылки, кожурки и все остальное. Нет, это состояние нашего сегодня сознания. Это наше отношение к самим себе. Мы готовы только от кого-то что-то ждать. Но мы не готовы сами что-то делать. Кто-то уверяет, мол, разруха существует только в старых домах. Не совсем так. Этому не более пяти лет. Однако жильцы и здесь уже успели наследить. Ну вот здесь, конечно, у нас в ужасном состоянии, потому что люди у нас ссорят, ломают все. Здесь же могут выпивать спиртные напитки. Мы в лифтах тоже у нас и курят, и зеркала бьют, и так же мусор оставляют. В одном из домов по улице Эрвье недавней ночью несколько почтовых ящиков вырвали с корнем. Цена каждого – 1200 рублей. Управляющая компания подсчитывает убытки, но возмещать их придется самим жителям. А наказание за вандализм, как правило, удается избежать. В любом доме, как и в любом стадии, есть паршивая овца, которая все портит. Максимум, если поймаешь такого человека, максимум его можно сдать только участковому. Все. Мы какие-то санкции не можем применить к ним. Сейчас в планах у компании установить антивандальные покрытия для настенных стендов. Однако сомнения в том, что новшества продержатся хоть сколько-нибудь, существуют. Светлана Козловская, Сергей Мякишев, Сибин, Формбюро. А у кого-то уже и портить в доме нечего. Сейчас в регионе около миллиона двухсот тысяч квадратных метров аварийного и ветхого жилья. В ближайшие три года область планирует выделить на переселение миллиард рублей. Помощь поступит и из федерального бюджета. Однако некоторые жильцы намеренно тормозят очередь. Заявляют, что я хочу квартиру именно в центре. Я хочу квартиру, которая там стоит 70 тысяч метров квадратный. Либо, если он является собственником, то он там, когда оценивает свою квартиру, она стоит там 100 тысяч метров квадратный. Мы все понимаем, что государство таких средств платить просто не может. Тем, кто все-таки идет на компромисс, предоставляют квартиры исключительно в новых домах. Ну, как говорится, дом не стены, а люди. О семейных ценностях и новых конкурсах узнаем из обзора событий. Здоровье на память. Объявлен конкурс «Папа, мама, я. Спортивная семья». Любителям здорового образа жизни надо всего лишь воспользоваться фотоаппаратом и запечатлеть совместные занятия спортом. Конкурсные фотографии в любом формате до 10 фотографий. Их также присылайте на наш сайт. Конкурс пройдет до 7 апреля, а затем начнется интернет-голосование. И также будут определены победители. Результаты конкурса объявят в мае на торжественной церемонии подведения итогов проекта «Здоровая школа». Победителей ждут призы. Не проходите мимо. 60 плакатов на социальную тематику представили в Академию культуры. Рекламные счеты США, Канады, Бразилии и Франции объединяет одно – пропаганда семейных ценностей. Бороться с насилием и несправедливостью с помощью дизайна и графики пытаются не только в России, но и за рубежом. Их работы, они еще более сильные, чем то, что делают наши специалисты. Лучший дизайн, лучшая подача. Где-то тоньше используются какие-то данные, расчет на человеческую психологию. Но количество социальной рекламы все-таки у нас, как мне кажется, больше. То есть у нас сейчас эта тема находится на подъеме, поэтому мы чаще это видим. Выставка побывает во всех вузах города. Как открыть свое дело в сфере гостеприимства? Ответ на этот вопрос получили студенты Тобольска. Представители фонда поддержки малого бизнеса и специалисты турфирм пошагово рассказали, на какую помощь могут рассчитывать начинающие предприниматели. На факультете сервиса туризм в настоящее время обучается 100 человек. Они заинтересованы в трудоустройстве, а Тобольск в их знаниях. Когда здесь поток, то этот поток нужно и обслуживать. Это ведь и средства размещения, это и транспортное, экскурсионное, это сферы питания. И везде нужны люди очень грамотные. Сегодня в сфере туризма трудится почти треть табликов. Только за прошлый год Тобольск посетили 180 тысяч туристов. Вряд ли кто-то из тюменцев назовет самый длинный городской общественный маршрут. Между тем, этим автобусом ежедневно курсируют десятки тысяч пассажиров. А водители соревнуются за право сесть именно в это кресло. Наш корреспондент одолела 42 километра и узнала, как в остановках измерить протяженность города. Подробности в сюжете Ирины Кистеревой. Юрий Иванович уже 20 лет за рулем. Говорит, вождение для него с детства любимое дело. Поэтому и выбрал самый протяженный маршрут. В кабине 17-го колесит уже два года. Электронной системой пользуется редко. Все остановки объявляет сам. Остановка конечная, метелева. Всегда интересно. Утром торопятся на работу, вечером торопятся домой. Работаем на благо города, стараемся. Маршрут охватывает полностью весь город. Метелева и моторостроителей. Самый сложный участок, его 42-километрового круга, это перекресток Пермяково и Широтное. В час пик здесь большие пробки. На простой уходит по полчаса. В среднем расстояние от Восточного до Метелева проезжает за два часа с половиной. Но несмотря на трудности, водитель свой маршрут любит. Он интенсивный, он тяжелый, он трудный. Есть полегче. 20-й, например. Если уж сильно устану, попрошу передохнуть. Тем более, что за работу особых привилегий не дают. Обед два раза в сутки и стандартный график с 7 утра и до 9 вечера. За прошлый год перевезли 8 миллионов 700 тысяч пассажиров. Это в среднем по всем автобусам. Это с учетом парковских и привлеченных. На нем, раз это большой пассажиропоток, там большое количество машин. На сегодняшний день там работает 31 машина. А ведь история 17-го начиналась совсем с другой цифры – тройки. Тогда автобус курсировал от библиотеки до Метелева. Укороченный маршрут по просьбам жителей продлили до Восточного. Это произошло еще в 2000-м. За два с половиной часа тюменцы могут добраться с одного конца города до другого. Протяженность 17-го маршрута по российским меркам не так уж и велика. Так, в Новосибирске есть маршрут, длина которого составляет 96 километров. На один круг у водителей уходит 7 часов. Город растет, а вместе с ним расширяются и автобусные маршруты. С точки зрения транспортной сети нам еще есть куда расти. Ирина Кистерева, Андрей Захаров, Сергей Мякишев, Сибинформбюро. В областной столице курсирует около 1000 автобусов по 103 маршрутам. В том числе дачным и пригородным. Как нам сообщили в Тюмень-Гортрансе, больше всего пассажиров перевозит 30 маршрут. Под этим номером по городским улицам ездит 51 автобус. Самый длинный путь у автобуса под номером 80. Это 53 километра от микрорайона Лесной до деревни Падерина. Время в пути туда-обратно 2 часа. А самый короткий у 12 маршрута приблизительно 8 километров. Рабочий круг он проезжает всего за 20 минут. В первый весенний день 1 марта транспортники намерены запустить новый маршрут 55. Он будет следовать от улицы Судостроителей до Центрального рынка. Кстати, первый автобус в Тюмени появился в 1929 году. Это был грузовик, переоборудованный под общественный транспорт. Он соединял речную пристань с Домом Совета. Кстати, с 26 февраля по 2 марта будет ограничено движение по улице Мельникайте, кольцевым транспортным развязкам на пересечениях улиц Мельникайте с улицами Федюнинского и Широтное. В эти дни будут перевозить крупногабаритные металлические балки для строительства транспортной развязки у торгового центра Южный. Как ставить и добиваться жизненных целей? Именно такую грамоту тюменские школьники постигают в рамках образовательного проекта «Стратегия жизни». Определиться с ней старшеклассникам с 7-й школы помогал депутат Тюменской городской думы. Подробности у Натальи Жуковой. Анжелика с будущей профессией еще не определилась. Тем ценнее, признается десятиклассница, когда в школу приходят успешные люди и делятся своим опытом. На чужих ошибках учатся. Это, наверное, мудрее, чем учиться на своих ошибках. Депутат Тюменской городской думы и предприниматель Сергей Медведев считает, главное сейчас для ребят это учеба. Только не ради оценок, а ради знаний. Они пригождаются по жизни народному избраннику и руководителю крупного предприятия. Он и сейчас, если не хватает знаний, берет в руки книги или вновь садится за парту. Только не за школьную, а ступеньками выше. Например, несколько лет назад Сергей Медведев окончил президентскую программу подготовки управленческих кадров. Кстати, по инициативе Ассоциации ее выпускников в Тюмени и реализуется проект «Стратегия жизни». Всегда ставлю перед собой какие-то цели, какие-то задачи. Часть из них отражается в бизнес-планах, часть из них отражается в моих личных планах, которые я перед собой ставлю. И, безусловно, я к ним стремлюсь и добиваюсь, и не останавливаюсь на достигнутых. Потому что человек, когда перестает развиваться, он умирает. Постоянно совершенствоваться – это стратегия жизни от Сергея Медведева пришлась по душе и Анжелике. На память о необычной встрече школьница взяла автограф у успешного тюменца с прицелом на свое успешное будущее. Как она сказала, сегодняшний участник проекта – надо держаться сильных людей. Поэтому ты сам становишься сильным. Сам Сергей Медведев уверен – подобные встречи необходимы. Ведь от сегодняшних школьников зависит будущее области. И чем более конкурентоспособными будут ребята, тем лучше перспективы не только региона, но и в целом страны. Наталья Жукова, Роман Ченахов, Сибинформбюро. Это точнее. Спасибо, что вы с нами. Театральная премьера состоялась в Тобольском монастыре. Его воспитанницы – и актеры, и художники по костюмам. Только вот их театр начинается совсем не с вешалки. Точнее, Ольга Куричко. Театральная премьера всколыхнула жизнь обители. Режиссер из Санкт-Петербурга поставил здесь сказку «Иршова конек-горбунок». Настоятельница монастыря писала сценарий, подбирала музыку, исполняли роли воспитанницы приюта. Они же создали декорации и костюмы. Даже Васько поручили обуть целую труппу. Исполняя роль Иванушки, была вынуждена сконструировать для него и сказочные сапоги. Посмотрели, как нарисовано сказки. У нас приделали, нарисовали уже. Получилась выкройка своя, старинная как бы. Куклам шью обувь, потом девочкам на выступления шила сапоги. Мне, королю, получается, лапти. Детский приют здесь появился неожиданно, четыре года назад. Три сестры из-за болезни мамы оказались в трудной жизненной ситуации. Всех сразу не брали ни в одну семью. Тобольская опека попросила монахинь взять их на воспитание. Теперь здесь 13 девочек. Уроки музыки дает послушница Тамара. Пианист с консерваторским образованием. Учит девочек вокалу и игре на инструменте. Учащиеся Тобольской конописной школы прививают навыки рисования. Я сюда приехала, я сразу так решила, что в конописную буду поступать. Мне нравится, когда, например, в храм захожу, я смотрю на иконы. Мне очень нравятся вот эти вот цвета, сочетание цветов, потом сама техника, иконописи. Небольшое детское учреждение напоминает православную семью. Половину дня девочки учатся в гимназии. В свободное время готовятся то к Рождеству, то к Пасхе, то ставят концерт к Дню Ангела Матушки. Бытовые хлопоты исполняют тоже сами. Пусть они учатся, заканчивают вузы или колледжи, пусть они выходят замуж, пусть у них будут свои детки. А если кто-то из них захочет стать монахиней и вступить в монастырь, пусть это случится в то время, когда у них сознательный возраст позволит сделать сознательный выбор. Монахини, окружив девочек заботой и вниманием, хоть как-то заменили им родителей. Накануне весны ездили в магазин за обновками, именинникам купили подарки. По-матерински они берегут их душу и готовят к выходу в большую жизнь. Ольга Куричко, Михаил Куричко, Сипинфорумбюро. Воспитание этих детей начинается с игры в дартс и лыжные прогулки. Таким образом, учитель физкультуры Марина Казакова развивает у особых детей речь. Как спортивный подход помогает находить общий язык, расскажет Анастасия Косымова. Перед тем, как выйти на лыжню, они повторят, где у лыжи носок, а где пятка, как называется след, по которому идут лыжники. Учитель физкультуры Марина Казакова работает со слабослышащими и глухими детьми. Как и у всех учителей в специальной школе, ее задача научить не только своему предмету, но и речи. Ведь люди, которые не слышат и говорить, учатся с большим трудом. У них очень кратковременная память. То есть, поэтому каждый урок приходится начинать с того, что мы отрабатываем те слова и термины, которые присутствуют на этом уроке. За 14 лет работы Марина Геннадьевна уже привыкла говорить очень громко, сильно жестикулировать и быть терпеливой. А иначе ничего не получится. Палочки вперед можно ставить? Вот так. Можно ставить палочки? Можно? Нет, нельзя. Ученики называют Марину Геннадьевну просто Мариной. Это в обычной школе сочли бы за панибратство, но здесь особый случай. Если ребенок научился правильно произносить имя, это уже достижение. Первый момент был страх. Во-первых, дети выстроились, я им что-то говорю, они меня не понимают совсем. То есть, для меня было это непривычно и необычно. Она сумела найти общий язык с учениками, многие из которых не говорят вовсе. Даже те, кто не слышит, слушают ее очень внимательно. Марина Казакова объясняет это просто. На ее уроках интересно. Одна из изюминок – дартс. Марина Казакова выбрала дартс, потому что это игра для всех. В нее могут играть и младшие школьники, и старшеклассники. И, что важно, дети с разными диагнозами. Здесь кидают дротики и дети с ДЦП, и с лишним весом, и с особенностями развития психики. Игра, в которой каждый может проявить себя, которая учит думать, и считать, и запоминать новые слова. Все неспроста. Оказывается, у учителя есть цели куда более глобальные, чем мишень на стене. У наших детей очень маленький словарный запас и очень плохая речь. Поэтому проявить себя в двигательной сфере, то есть в сфере физической культуры и спорта, им гораздо легче. Им гораздо легче показать какие-то результаты и добиться чего-то в жизни, участвуя в соревнованиях. Какой бы ни была тема урока, есть одно общее правило. Не пользоваться жестовым языком глухих, а пытаться говорить. Здесь как в спорте. За каждой маленькой победой усилия постоянных тренировок. Как называется игра? Дартс. 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 Молодец. Слова. Кирпи. Дартс. Супер. Анастасия Косымова, Владимир Кондратьев, Сибинформбюро. Хоть сколько тренируйся, но это никак не повлияет на результат. Потому что не клюет. Чемпионат Тюмени по зимней рыбалке собрал опытных участников. Было все. Азарт, хорошая погода и даже уха. Правда, улов даже взвешивать не пришлось. Подробности у Ольги Курсман. Никакой спешки в общении с природой. С чувством, толком и расстановкой рыбаки расположились на озере Андреевском. Тишь да гладь, да вот только совсем не благодать. Ловиться рыбка, ни большая, ни маленькая, не хотела. Быстро бегаешь, а толк ты есть? От лунки к лунке мечутся победители летнего чемпионата по рыбной ловле Андрей Третьяков. Он не любитель, а рыбак-спортсмен, участник многих соревнований. Красота, как говорится, среди бегущих. Первых нет и отстающих. Все на равных, все с необрыбленными удочками. Сегодня я уже пробыл лунок 15, обошел два раза и ни одной не увидел, пока ни одной поклевки. Причину неудач рыбаки видели по-разному. Одни говорили, что давление в этот день не то, другие, что в озере заморы, даже в воду нюхали. Третий водоем называли не особо рыбным. Видимо, водоем так выбрал. А, то есть водоем виноват? Да вот бог его знает. Не может же быть, что такая толпа народа и все ловить не умеют. Ловить старались все 170 человек. Меняли лунки, бурили все новое. И только Алексей просто радовался тому, как здорово, что все они здесь сегодня собрались. Он рыбак со стажем. На рыбалку начал ходить с 4 лет вместе с дедом. В 11 пошел с отцом на зимний лов. Да так и не может остановиться. Жену выбирал именно так, чтобы отпускала на рыбалку. Вы ее выловили? Чтобы отпускала на рыбалку. Ну да, в своем роде я ее выловил. Пользуясь случаем, хочу передать, во-первых, привет всем девушкам в Тюмени, не только. Отпускайте мужей на рыбалку. Они рыбачат, поверьте. Кстати, женщины на клевом льду были. И если удочка для зимней рыбалки называется кобылкой, то участницы чемпионата уверенно держались за узцы. Но это опытные рыбачки. А для новичков не то, что удочка-кобылка, даже седло было непривычным. Маленькая смешная ты, блеточка. Ой. Нет, все-таки рыбалка это для настоящих мужчин. Тихо сидеть и молча смотреть в лунку, это как-то не по-женски. Пока рыбаки пытались поймать уж не до хорошего, хотя бы маленькую рыбку, а небольшую, мой улов получился гораздо более удачным. Я наловила, если можно так сказать, большое количество интересных интервью и просто невероятное число историй, которые мне бы рассказывали рыбаки. А уха все-таки была. Правда, рыбу организаторы достали из-за кромов. Иначе участники чемпионата остались бы голодными. Но без рыбьи-то. Ольга Курсман, Сергей Жирнаков, Сибин Форумбюро. А на театральной площадке в эти выходные развернулись настоящие страсти. Эстония повергла тюменского зрителя в шок. Но на то она и есть театральная революция. Что за переворот устроили гости, покажет Анастасия Коробенко. Зажигательный танец подверг у сердечку исполняют актеры эстонского театра. На фестиваль ребята привезли, пожалуй, самый эпатажный спектакль «Жизнь удалась» под наименной пьесе Павла Прешко. В центре сюжета любовный четырехугольник. Запутанные отношения молодых людей показаны беспрекрас. Любовь, истерики, пьяный угар и нецензурная брань. Вот уж действительно революция на тюменской сцене. Слишком откровенно. И я считаю, что он немножко даже оскорбляет нас. Многим молодым людям следовало бы посмотреть на себя со стороны, на самом деле. Потому что это актуальная проблема, которая существует на данный момент не только, как я понимаю, в России, но и в Эстонии тоже. К такой неоднозначной реакции публики режиссер привык. Иногда зритель не воспринимает, а кто воспринимает, то любят такие вещи. Ну, театр у нас, мы сами называем театр абсурда, мы делаем абсурд все время. Абсурд, визуальный спектакль или пластический в стиле черно-белого кино. В течение пяти дней ни одна постановка или жанр не повторяются. Это особенность фестиваля. И зрителю предлагают забыть все, что он видел раньше, чтобы погрузиться в совершенно новую атмосферу. Когда мы говорим о фестивале и говорим об обычном зрителе, это все-таки разный зритель. Я не рекомендую на спектакли фестивальные водить детей, скажем, седьмого, шестого, третьего класса, не зная, какая это пьеса. Революция происходит и за кулисами. В перерывах между репетициями и спектаклями актеров-любителей учат азам профессии. Не хватает иногда каких-то новых тренингов, знаний других людей. Поэтому в любом случае мастер-класс это всегда здорово. Насыщенный график артистам только в радость. Для многих театр уже давно не просто хобби. Со сцены они намерены связать свою жизнь, чтобы творить театральную революцию не в рамках фестиваля. Даешь театральную революцию! Анастасия Коробенко, Роман Чинахов, Дмитрий Кондратенко, Сибон Формбюро. На сегодня это все. Желаю вам удачной и продуктивной недели. Счастливо!